Друзья, всем привет! Сегодня покажем вам один интересный и необычный случай. На обучении ученик подзывает меня показать сделанный им ноготь. Я смотрю его и вижу... Друзья, вы тоже видите, да? Это нечто белое, подобработанное, отрезанное уже кутикулой. Не то птеригий, не то вторая кутикула. Давайте посмотрим на необработанные еще ногти. Как видите, под мясистой кутикулой скрывается еще одна, вот такая сухая, но это не птеригий, ее невозможно счистить пушером. Это именно двойная кутикула. Я впервые такое увидела, друзья. А вы встречали такое в своей практике? Делитесь с нами в комментариях своим опытом. Очень интересно узнать, насколько это распространенное явление. Корундовый конус здесь точно не подойдет, потому что он просто поставит в борт эту сухую кутикулу и приклеит ее к первой мясистой. Поэтому попробуем маникюрную каплю. Для меня это чистый эксперимент, потому что я тоже не знаю, как наиболее удобно с этим работать. Я завожу каплю под первую кутикулу и кладу ее на вторую сухую. И сейчас постараюсь просто срезать вот эту вторую инопланетную кутикулу. Работаю я на форварде, то есть фреза крутится по часовой стрелке четко от середины ногтя каплей мягкого абразива. Взяла мягкий абразив, потому что побаиваюсь оставить на ногте след от фрезы. Все-таки необычная техника работы. Скорость, как обычно, средняя около 15-16 тысяч оборотов, то есть половинка от максимальной скорости аппарата. Хотя тут можно и повыше поставить, но я как-то пока побаиваюсь, может, ко второму ногтю и разойдусь. Обратите внимание, как сильно натягиваю первую кутикулу, чтобы максимально видеть, где пилю. Ну вот мы обработали одну сторону, переключаем реверс и то же самое делаем в зеркальном отображении. Но в этой стороне этой вражеской кутикулы почти нет, так что мы справляемся быстрее. И я, работая на реверсе, как обычно, прохожусь против шерсти кутикулы, чтобы максимально сейчас ее вывернуть и раскрыть. Ну вот мы ее раскрыли, очень удачно, и дочищаем то, что под ней. Вот как чисто у нас получилось, даже и не скажешь, что до было аж две кутикулы. Друзья, в целом все получилось аккуратно и довольно чисто. И если вы не владеете фрезами на высоком уровне, если не чувствуете уверенности в себе, то вот на этом уровне можно оставить. Но я уже очень искушенный мастер аппаратного маникюра, поэтому хочу попасть в глубину. Берем фиссуру, также собственного производства, мягкого абразива, диаметр 1,2 мм. Она очень удобна для работы в глубине, но будьте с ней предельно осторожны. Нежными движениями прохожусь сразу на реверсе под раскрытой кутикулой. Теперь и вы точно видите, что под кутикулой еще остались части этого сухого кутикульного двойника. Друзья, как видите, я смогла убрать все участки этой второй сухой кутикулы, лежащей на пластине, которые впоследствии могут мне помешать сделать покрытие. Но в макро видно, что эта сухая кутикула все равно осталась в корне, и вполне возможно, она отрастет вновь. Но в целом все равно все чисто и красиво, и давайте сравним с необработанным ногтем. Я люблю это делать, потому что тогда работа особенно хорошо видна. Сейчас покажу вам быстро шарик, чтобы вы посмотрели, как будет себя вести эта кутикула на шаре, и как выглядеть после него. Беру шар экстра мягкого абразива, то есть с желтым кольцом, диаметр 3,1 мм, и аккуратно счищаю кутикулу в своей привычной технике. Сначала прохожусь изнутри по кутикуле, подрезаю ее, а затем, когда она подрежется, счищаю сверху движениями с небольшим нажимом в виде шажков с возвратом. Этот шар и срезает кутикулу, и полирует ее все в одном чудо-супер-шаре, который идеально подходит для самых-самых нежных. Кстати, друзья, если вы работаете на наших фрезах, и вам есть чем поделиться с нами и с этим прекрасным миром, то приглашаем вас в наши ряды. Снимайте свои видео-истории с необычной кутикулой и вашей техникой работы, выполненной на наших фрезах. А мы будем выкладывать их у себя. Быть в профессиональном сообществе очень здорово и интересно. А сейчас момент истины, время покрывать. Эта девочка, моя сегодняшняя модель, жаловалась на постоянные проблемы с ноской покрытия, поэтому мы решили применить к ней схему, которая безотказно работает со всеми проблемными руками. Я делаю базу Glossy Fluid в виде грунтовки. Сверху нанесу цветную базу Coloration. Схема база на базу дает отличные результаты, и покрытие всегда носится очень хорошо. Вот вы видите, я прогрунтовала прозрачной базой, просушила 60 секунд, и в один слой наношу цветную базу. Это Coloration номер 3. Но модель увидела наш новый цвет, такой вот плотный, алый, я бы даже сказала, малиново-красный, с мельчайшим шиммером, и захотела его. Поэтому я сверху наношу слой цветного покрытия Color Gel, оттенок номер 117. А вот, кстати, у меня есть фото через 3 недели. Это фото модели, оно просто супер, по всем канонам фотографии, как фотографировать нельзя руки. Но даже на нем можно увидеть, что с ногтями все в порядке, никаких трещин, отслоек, или еще чего-нибудь на них нет. И, кстати, если приглядеться, то на указательном пальце немного затерся цвет покрытия, а вот база, видно, розоватый кончик, стоит на своем месте. А вторую руку мы покрывали похожим по настроению цветом, тоже очень шиммерным, только синим. И тоже все сидит хорошо. Мы очень рады, что смогли помочь нашей модели справиться и с ее кутикулой, и с ее ногтями. Ну а мы ждем ваши комментарии, сердечки и поцелуйчики. Не забывайте подписываться на нас в YouTube и в Instagram. Всем пока, до новых встреч!